Ипотечная компенсация многодетным семьям, выписка из ЕГРН за считанные минуты, дизайн-проект двухуровневой квартиры. Об этом и не только поговорим в ближайшие минуты. В эфире программа новостройка. Я Гульнара Успанова, здравствуйте. И начнем мы с краткого обзора новостей. Итак, правительство утвердило правила выплаты ипотечных компенсаций многодетным семьям, сообщает Интерфакс недвижимость. Напомню, это 450 тысяч рублей. Получить их могут семьи с ипотекой при рождении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022. Российские банки на фоне решения Центробанка по денежно-кредитной политике начали постепенно снижать ставки по ипотеке, пишет РИА Новости. Эксперты уверены, что уже до конца года показатель на постоянной основе закрепится ниже психологически важной отметки в 10% годовых. Минстрой разрабатывает новые стандарты строительства домов для престарелых, пишет информационное агентство ТАСС. Сейчас проходит конкурс на лучший концептуальный проект таких заведений. Лучшие из них будут реализованы в пилотных регионах в рамках национального проекта «Демография». Узнать всю правду о квартире или даче теперь можно за считанные минуты. Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила онлайн-сервис «Заказ выписок из Единого государственного реестра недвижимости». Как работает новая электронная услуга, нам подробно рассказал и показал специалист филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области Александр Дудко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько времени сейчас уходит на получение выписки из ИГРН? Примерно 2-3 минуты. Для того, чтобы запросить выписку, необходимо зайти на сайт кадастровой палаты кадастр.ру. На главной странице есть раздел «Заказать выписку». То есть мы с вами сейчас можем это сделать? Да. Если у вас есть учетная запись на госуслугах, то необходимо нажать «Войти через госуслуги». То есть главное быть авторизованным на сайте госуслуги и никаких проблем не будет? Да. Это необходимое условие. Вводим свой пароль и уже попадаем в сам сервис предоставления выписок. Тут необходимо найти свой объект. Его можно найти как по адресу, так и по кадастровому номеру. Давайте мы попробуем по кадастровому номеру войти. Далее нам надо выбрать тип выписки, который нам необходимо запросить. На данном объекте здесь присутствуют три вида выписки. Если бы у меня квартира была в долевом части, то здесь было бы еще четвертый вид выписки. То есть всего с помощью данного онлайн-сервиса можно получить четыре вида выписки? Да, все верно. То есть мы выбираем, нажимаем «Добавить», переходим в корзину. В данном случае мы какую выписку выбрали? Мы выбрали выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Далее нажимаем «Оформим заказ» и переходим к оплате. Мы с вами ничего оплачивать не будем. Сколько времени уходит на оплату? Нужно ли дождаться квитанции об оплате? Нет, квитанции дожидаться не надо. После того, как оплата прошла, заявителю на электронную почту приходит ссылка, по которой необходимо перейти для того, чтобы выписка открылась уже в печатном виде. То есть никаких сложностей в получении выписки из ИГРНН сейчас нет? Абсолютно нет. Спасибо большое, Александр. Ни за что. Далее очередной дизайн-проект. На этот раз двухуровневые квартиры площадью больше 300 квадратных метров для молодой семейной пары с двумя детьми и мальчиками-девочкой. Работала над проектом Анна Калмакова. И давайте посмотрим, что же у нее получилось. Анна, здравствуйте. Добрый день. Безусловно, перед тем, как разрабатывать проект, пообщались с семьей. Вот какие у них были пожелания? Это потребности всех молодых семей. Это должно быть все функционально обязательно, все очень практично, удобно. Понятно, что пожелания цветовые были у них. То есть это базовая цветовая гамма. То есть ничего отвлекающего, все мягкие тона. Ну и какие-то небольшие яркие акценты, какие-то изюминки в каждой комнате. Рассказывайте про проекты. Давайте начнем с первого этажа. Это двухуровневая квартира. Она была объединена из двух квартир. Естественно, это все согласовано. Был специально разработан архитектурный проект. Первый этаж. Здесь мы делали небольшую перепланировку. Стены, да. Здесь была большая комната разделена на две. Мы ее объединили. Там была ненесущая перегородка, поэтому это, в принципе, вполне возможно. Большую, самую большую комнату первого этажа мы дали под кухню-столовую. Комната рядом. Это уже гостиная комната. Здесь расположен небольшой электрокамин. На первом этаже еще есть кладовая, где дополнительно расположен и морозильная камера, и холодильник. Здесь зона такого стена, как скалодрома небольшого, то есть можно полазить. Шведская стенка, канаты, система для хранения игрушек. Ну и такие подвесные кресла, бублики, как мы их называем, чтобы можно было покачаться. А соответствую с детской игровой комнатой? С детской игровой комнатой. Здесь тоже очень полезное помещение. Здесь и коляски, и верхние одежды, и чемоданы, и коробки, то есть и колеса. Здесь во входной зоне она просторная. Здесь только тумба с выкатными ящиками, куда можно мелочь сложить. А с этой стороны пуфики. Для лестницы мы выбрали ограждение. Это стекло. Оно безопасное, оно огнеупорное, то есть оно при разбивании, оно не в дребезги, не разобьется. То есть появится паутинка? Появится паутинка, да, а осколков не будет. На втором этаже у нас отличается спальня. Вторая, да, второй этаж – это приватная зона, то есть это зона личного пользования уже хозяев. То есть это просторная спальня, гардеробная для мужа. Здесь небольшой диванчик, то есть он может посидеть с ноутбуком в интернете. Вот здесь тоже небольшой рабочий стол. Гладильная зона, то есть тоже можно гладить и любоваться видами с окна. Детские комнаты – это две отдельные комнаты, но тем не… Они смежные. Они смежные, да, то есть зона девочки и зона мальчика. Но тем не менее, так как у них разница не совсем большая, то есть пока у них, пока они общаются, пока они играют вместе, здесь есть небольшой проем, чтобы они могли переходить из комнаты в комнаты, играть, а когда как бы спальные дела или какие-то личные, они уже по своим уголкам сидят. Потом, когда они подрастут, естественно, это можно либо заложить шкафчиком, либо сделать, допустим, дверь. Квартира получилась светлая, очень много стеллажей, цветовая гамма такая нейтральная, материалы, которые используются. То есть основной фон, основную часть, площадь всех стен занимает покраска. А уже какие-то акценты, то есть это в спальне, мягкие панели за кроватью. Здесь, допустим, в холле это декоративная штукатурка, вот эта вот вставочка. Вот какие-то панно. Это уже как декоративные такие акцентные элементы. На полу тоже получается материал один практически везде. Это кварц винил. Он довольно-таки прочно набирает обороты в последнее время. То есть о нем мало кто слышал, но те, кто... Чем лучше, чем паркет или тот же ламинат привычный? Он очень практичный. То есть ламинат, если все знают, что, допустим, прольешь, что-то оставишь, это края вздуваются, могут, если на долгое время оставить, то кварц винилу ничего не будет. А по стоимости? По стоимости ламинат и кварц винил в одной ценовой категории. Стоимость проекта? Стоимость... Если говорить отдельно о разработке самого дизайн-проекта и отдельно вот сам ремонт. Сам дизайн-проект складывается из количества квадратных метров. То есть если это около 300 квадратов, то есть около 300 тысяч рублей стоит этот дизайн-проект. Естественно, если квартира меньше, то стоимость уже меньше. А во сколько обойдется реализация этого проекта? Реализация вообще планировалась стоимость 5-6 миллионов рублей. Во сколько в итоге уложились? Примерно столько же. Ну, плюсом все равно, конечно, обычно процентов 20-15 идет сверху. Да, потому что все-таки какие-то дополнительные расходы, которые невозможно просто элементарно продумать в начале проекта, они все равно появляются потом. Интерьер получился интересным и функциональным. В проекте предложено много шкафов, тумбочек, полок, шикарная кухня. И все по индивидуальным размерам и с уникальным дизайнерским решением. Но не стоит забывать их главного предназначения – хранение. Поэтому наполнение даже важнее, чем отделка фасада. О возможных решениях нам рассказала менеджер салона «Мир шкафов» Екатерина Крапива. Нужно обратить внимание, где вы больше всего храните ваши вещи. То есть либо на плечиках, либо вам удобнее располагать это все на полочках. Здесь представлен пантограф. Это приспособление для высоких потолков. Вы отпускаете пантограф на себя, берете нужную одежду и отпускаете его обратно. Также представлены корзины для белья, брючница и сетка под обувь. С другой стороны у нас представлен отсек с полочками. Вешала для галстуков и ремней, чтобы это все не лежало на полочках. И также вот такие корзинки. Можно сюда ставить сумки, обувь, либо тоже какое-то белье. Кухню можно подобрать абсолютно любого стиля, также отталкиваясь от вашего дизайн-проекта. В данном случае у нас представлен стиль лофт. Фасады используются под камень. На них не остаются отпечатки от пальцев, так как здесь у нас представлено нажатие. Нажатием мы открыли дверцу и нажатием также закрыли. Можно подобрать фартук, если вы не хотите выкладывать плитку. Здесь у нас представлена фотопечать. Столешница пластиковая, но столешницу можно сделать также из любых материалов. То есть мы работаем с искусственным камнем. Здесь у нас представлена очень интересная мусорная система для раздельного сбора мусора, так как это сейчас очень популярно. Ну и, конечно, стиль лофт – это незаменимые открытые полочки. Здесь это называется смарт-куб система. Она очень красиво вписывается в этот стиль. У нас в салоне сейчас проходит акция. При заказе кухни скидка на шкаф-купе 50%. Хозяева не уделяют должного внимания при выборе прихожей. На самом деле это очень зря, потому что она может быть очень функциональной. Тут можно продумать все. То есть куда вы кладете крем для обуви, либо ключи при входе. Также куда ставите сумки, либо вешаете свою верхнюю одежду. Если вы у нас в салоне не найдете кухню своей мечты, либо шкаф своей мечты, мы обязательно поможем вам при выборе материалов и обязательно изготовим именно то, что вы хотите. Будем очень рады вас видеть. Добро пожаловать! И это все, что мы успели рассказать. Еще больше новостей рынка недвижимости обещаем в следующем выпуске. Не пропустите. И напомню, программу «Новостройка» можно смотреть также на канале «Тюмин Тайм» в Ютубе. До встречи в эфире. До встречи в Ютубе. До встречи в Ютубе. Субтитры подогнал «Симон»!